Ну, как вы знаете, супруги Расуловы оказали сопротивление сотрудникам уголовного розыска и причинили тяжкий вред здоровью полицейскому Андрею Кудряшову. И вот тогда у всех у нас вызвало полное недоумение сам факт, что прибывшие на место вооруженные сотрудники патрульно-постовой службы не только не смогли даже дать отпор рыночным торговцам, но вообще попросту бездействовали в то время, когда у них на глазах Магомед Расулов нанес сильнейший удар их коллеге полицейскому. Эти сотрудники ППС, как вы знаете, Луньков и Черезов уже понесли заслуженное наказание за свою халатность. И я напомнил бы, что причиной нападения Расуловых на сотрудников правоохранительных органов стала попытка оперативников задержать их родственника, приезжего из Дагестана Магомеда Магомедова, который уже тоже признан судом виновным в изнасиловании несовершеннолетней. Вот насколько нужно быть уверенным в своей безнаказанности, чтобы на глазах у многочисленной публики избивать полицейского, притом находящегося при исполнении служебных обязанностей. И вот теперь эта супружеская парочка на себе испытает, что такие преступления безнаказанными не остаются. И это, кстати, может послужить хорошим уроком для всем желающим поднять руку на представителя правопорядка. И, кстати, оказавшись на допросе у следователя, Расуловы ведь не признали своей вины. Более того, обменяемые даже пытались противодействовать следствию, всячески затягивая сроки ознакомления с материалами уголовного дела, отказывались подписывать разные процессуальные документы. Но скажу, что все эти попытки никоим образом не смогли повлиять на работу следователей. Ну и к тому же это скандальное видео, снятое очевидцами и возмутившего тогда всю общественность, стало одним из ключевых доказательств по этому уголовному делу. Ну а многочисленные допросы свидетелей и результаты экспертиз только дополнили всю картину и позволили в деталях восстановить произошедшее.